При обледенении линий электропередач свет не отключится. Как рассказали в Днестр Энерго, наши сети реконструировали после сильнейшего обледенения в 2000 году. И сейчас для проводов обледенение не опасно. По северу, по Рыбнице, у нас линии, особенно после этого гололеда, были пересчитаны. Уже линии, которые мы реконструируем, мы уже с учетом этих параметров, ветровой и гололедной нагрузки, это все очень просто. Где-то сечение провода увеличивается и расстояние между опорами уменьшается. Самое сильное обледенение в нашем регионе случилось в 2000-м. Тогда оборвались сотни километров проводов. Обледенения 2014-го и 2017-го в Свободейском и Григориопольском районах были менее масштабными и практически без последствий. Электрики тогда быстро переподключили сети. Все линии построены так, что могут работать минус одна. Зарезервировано, что если с одной стороны случилось, то питание по другому. Другие сейчас и провода по всей республике меняют старые и протягивают самонесущие изолированные провода. Они прочнее и покрыты пластиком. На нем лед держится хуже, чем на голом металле. Есть у новых проводов и другие плюсы. У них крепления сделаны так, что в случае нагрузки большой, гололедной, провод не рвется, он просто срывается с опоры. А учитывая то, что он в изоляции, то он не может никому здоровье повредить. И в то же время остался целый, люди не почувствуют. Потом его просто повесят назад и все. В ЕРС и Днестр Энерго метеосводка поступает ежедневно. Прогноз на сегодня-завтра у специалистов серьезных опасений не вызывает. Тем не менее, как только поступит информация о дожде и мокром снеге, на предприятиях создадут дополнительные аварийные бригады.